Привет, подружка! Я Изабелла. И сегодня я расскажу тебе, как рассчитать менструальный цикл. Если хочешь знать, сколько дней должны длиться месячные, обязательно посмотри это видео. Но сначала не забудь подписаться на канал Секреты Юной Леди и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые анимированные истории для девочек-подростков. Сейчас я расскажу тебе, как правильно рассчитывать количество дней до следующих месячных, чтобы избежать любых неприятностей и неожиданностей. Сколько длится менструальный цикл? Средняя продолжительность менструального цикла составляет примерно 28 дней, но он также может быть короче 21-25 дней или длиннее 31-40 дней. Все эти варианты являются нормальными. Чтобы узнать продолжительность своего цикла, посчитай промежуток между двумя месячными. Отметь первый день месячных на календарике. Затем сделай то же самое в следующем месяце и через месяц тоже. Количество дней одного цикла считается с первого дня и до первого дня следующих месячных. Обязательно проведи такой расчет за несколько месяцев. Сложи количество получившихся дней и подели общую сумму на количество месяцев, то есть циклов. Так ты узнаешь среднюю продолжительность своего менструального цикла. Теперь ты почти точно сможешь определить, когда начнутся следующие месячные. Просто прибавляй среднюю продолжительность своего цикла к первому дню последних месячных. Так ты будешь готова к неожиданностям. Не волнуйся, если следующие месячные будут запаздывать на два или один день или начнутся раньше. У подростков менструальный цикл устанавливается не сразу, поэтому на всякий случай всегда носи с собой прокладку. Длина менструального цикла. Чем старше ты становишься, тем длиннее будет твой цикл. К 30-35 годам продолжительность менструального цикла в среднем составляет 31-40 дней. К 45 годам цикл снова сократится до 21-25 дней, а еще через несколько лет месячные будут все реже, пока не закончатся совсем. Итак, твой цикл может быть короткий 21-25 дней, средний 28 дней, длинный 31-40 дней. Если у тебя короткий менструальный цикл, не волнуйся. Возможно, это твоя индивидуальная особенность. Уточни у мамы, какой менструальный цикл был у нее в твоем возрасте. Кроме того, надо учитывать телосложение. Короткий менструальный цикл характерен для высоких худеньких девушек. Длинный менструальный цикл также может быть твоей индивидуальной особенностью. Такой цикл характерен для девушек широкой костью или повышенной массой тела. Важно, главное не длина цикла, а его регулярность. Если твой цикл уже установил, то за год у тебя должно быть не менее 9 менструаций, что влияет на длину цикла. Менструальный цикл у подростка может стать короче или длиннее по разным причинам. Стресс и переутомление, активное занятие спортом, смена часовых поясов, авиаперелеты, изменение массы тела, прием некоторых лекарственных препаратов. Не стоит волноваться, если после твоих первых месячных у тебя будет большой промежуток до следующей менструации. Просто твой цикл еще не установился. Регулярными твои месячные скорее всего станут через год-два. Если это видео было тебе полезно, то не пожалей лайка. А если у тебя остались вопросы, задай их в комментариях. До встречи, подружка! Ах да, совсем забыла сказать. Если твои месячные приходят через 15-18 дней, это может быть не менструация, а выделение в середине 30-32 дневного цикла. В таком случае лучше проконсультироваться с гинекологом. Пока-пока!